Золотые ворота По золотым воротам все началось, как часто у нас бывает, с того, что был провален предыдущий проект. В далеком советском 83-м году, рассказывает архитектор Вадим Жижерин, предполагалось создать современную для архитектуры тех лет станцию, сдержанную и утилитарную, в серых или белых тонах. Но за полгода до ее открытия, летом 89-го, Жижерина пригласил к себе начальник главы архитектуры Киева Николай Жариков. Мы поговорили, он говорит, все, а теперь, говорит, ты должен сделать другой вариант. Я говорю, то есть как это, зачем? Он говорит, потому что другого варианта нет. Вот тебе одна неделя. Недели было мало, при том, что Вадим Борисович подключил к работе своего отца, Бориса Жижерина, архитектора с огромным стажем. Через две недели проект утвердили и закипела работа. Вместе с художниками сошлись на том, что орнаментов, выложенных из мозаики, будет мало. Остановились на исторических образах, князьях, видных деятелях, основателях Киева. Партийному руководству представили только орнаменты. О портретах князей за полгода никто из команды Жижерина не проболтался. Когда мы делали уже верхний, там промежуточный вестибюль, такой цилиндрический, там вот ребята выкладывали тоже мозаичный такой фриз. На лесах они стояли, а потом говорят, пан архитектор, ну-ка залезайте до нас. Ну, я залез туда, на гору, дивись. Они так выложили там тихонечко славу Украине. Вот так благодаря строителям и появилась патриотическая надпись. За подобную инициативу можно было легко получить срок. На дворе был 1989-й, и СССР еще никто не отменял. Музеи Киевского метрополитена до сих пор с улыбкой вспоминают об этой истории. Это есть, и она сохранилась, и никто ее не пытается там устранить, или забелить, или замазать. Потому что человек так выразил свое отношение к этому нашему государству, в том числе этой станции. Мозаику с портретами выкладывали в специальные металлические ванночки. Делали это подальше от глаз руководства, в отдельном помещении. Потом их с затянутой бумагой вмонтировали в проемы станции. Никто не видел, что мы делали, рассказывает Вадим Жижерин, ведь покров с них сняли уже накануне открытия. В это же время на станции появился тогдашний замградоначальника Киева Николай Лаврухин с целой командой из партийной верхушки. Я подхожу, так остановился, не подходя близко, чтобы не убили. Он говорит, что ты наделал? Я говорю, что плохо? Гениально. На следующий день, 31 декабря 1989 года, на Золотых Воротах прошел торжественный митинг, посвященный пуску новой Сырецко-Печерской линии. Когда первый поезд с партийной верхушкой уехал на соседние станции, Жижерин с отцом остался, чтобы внимательнее рассмотреть свою работу. Тогда на Золотых Воротах появились первые пассажиры. Было приятно очень, что где-то вдруг какая-то группа людей в другом конце этого большого зала, и вдруг женщины, мужчины и дети, и вдруг они стали петь украинские песни. Через два года Кабинет министров Украины отметил работу авторов государственной премией. Различные зарубежные и здания неоднократно включали золотые ворота в топ-рейтинги самых красивых станций метро. И вот в 2015 году из 20 станций самых красивых мы заняли уже 17 место. Киевлянин Максим Довбуш любит путешествовать. Был в разных странах, но красивее золотых ворот станции не встречал. В 2011 году, когда я был в Минске и сравнил ее со станциями других стран, я понял, что наша станция одна из красивейших. С 2011 года мозаики станции имеют статус «Выявленный объект культурного наследия», а сама станция «Золотые ворота» теперь памятник архитектуры и монументального искусства. Марьяна Макада, Игорь Каркадым, Руслан Белозеров, UATV.